Сейчас у нас по ту сторону добра и зла, Фридрих Ницше, отзыв на книжку с канала SaberShot. Соответственно, раз, два, три, сейчас я всё настрою, ну вот что-то про философию. Рецензия на книжку, отзыв на книжку, по ту сторону добра и зла. Интересно. Сейчас заставочку вы тоже сможете посмотреть. Заставка сразу смешная, если что. Она такая, с долей интеллекта гигантского тоже. Голова вскипела, там написано. Сейчас увидите. По ту сторону добра и зла, Фридрих Ницше. Да. Ну что? Что же там начитал человек Фридрих и Ницше? Признать ложь за условия, от которого зависит жизнь, это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей. И философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним этим по ту сторону добра и зла. Кстати, у Александра Секацкого, ну, известного русского и питерского, что тоже интересно, да, мыслителя нашего, современника нашего, живущего прямо сейчас с нами в одно и то же время. У него есть, как я понимаю, это небольшая переделка его непосредственно, то ли кандидат, да, у него только кандидатская, кандидатской работы. Онтология лжи, соответственно, текст называется. Но вот он там рассказывает, рассматривает ложь, как и некоторую необходимую вещь для жизни в обществе, ну, и вообще просто, в принципе, необходимую для людей. Приглядитесь, видите пара с ушей? Это мой мозг вскипел. Всем привет, вы на канале SaberShot, и меня зовут Сабир. Такое, друзья, у нас на... В книге было небольшое предложение, как нельзя лучше подходящее под описание ее самой. Оно звучит так. Не делаю ли я все для того, чтобы меня самого понимали с трудом? Предложение, конечно... Антихайп на Гудгейме. Я не знаю, что это, ну, я знаю, догадываюсь, что это, но по-любому на Гудгейме здесь как-то не спастись. Вырвано из контекста, но то дело не меняет. По сути, так и есть. А книга называется... По ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше. Веду вас в курс дела. Если, например, мы находимся на первом этаже мышления, то автор сие творения находится на десятом. Это же этажи мышления, интересная метафора. Если вообще не в другом здании. Мыслит он совершенно по-иному. Кстати, это первый случай на нашем канале, когда у книги просто нет сценария. Тут просто мысли, мысли и еще раз мыс... Чего это афоризма? Вообще там изи. Просто изи. Одна из самых простых форм восприятия философии как таковой. Ну да, ладно. Бывает, как в фильмах мы слушаем размышления какого-то человека. Поэтому сегодня мы сразу же переходим к разбору. Для удобства я разделю ролик на две части. И так, как и в публикации в инстаграме, сперва... Плюсы и минусы. Ну да. Начнем с минусов. Во-первых, неожиданным минусом самого издательства было то, что в книге есть огромное количество слов на латинице. Целая уйма отдельно взят... Нет, слушайте, ладно. Если они без переводов даны, то это не круто, действительно. Просто, да, латинские слова, соответственно, они часто используются в философском дискурсе. Неожиданно они просто выглядывают. Это норма. Простите, оно так устроено в философии. Из недостатков действительно, наверное, то, что сносок нет. Упс, забыли сноски. Это недостаток издательства. Проблемы не самих латинских высказываний, потому что они просто стандартные. Вот. Ааааа, блин, да, отсутствие сносок, неприятная штука. Слов, а порой даже целых предложений. Но ни одного перевода снизу не было. Поэтому смысл и без того сложных мыслей я вообще не понимал. Это был первый минус. Идем дальше. Стоит отметить, что в книге... Введи в гугл переводчик, я хз. Ну, ладно. В книге несколько отделов, в каждом из которых автор выражает свои мысли по поводу конкретных тем. Будь то религия, предрассудки философии или же естество морали. Если провести смысловую аналогию по весу книги, то есть в соответствии с тяжестью информации в ней, эта книга весит целую тонну, когда как другие лишь килограммы. От такой концентрации сложных умозаключений мозг просто дымится начинает. Поверьте мне. Не, были отделы и, скажем, эпизоды... Он еще Гегеля не читал. ...эпизоды, в которых все было вполне понятно. Однако порой попадались моменты вроде этого. Вы готовы? Допустим, что нет реальных данных, кроме нашего мира вожделений и страстей. Что мы не можем спуститься или подняться ни к какой иной реальности, кроме реальности наших инстинктов. Ибо мышление есть только взаимоотношения этих инстинктов. Не позволительно ли в таком случае сделать опыт и задаться вопросом, недостаточно ли этих данных, чтобы понять из им подобных и так называемый механический или материальный мир? Я разумею, понять его... Чел, если бы ты эхо убрал, было бы легче, кстати, воспринимать и слушать. Мысль была простая довольно. Яхэзэ. Яхэзэ, чего он выеживается, по-моему, очень просто. И опять же, Нитш своей простотой и красотой языка неожиданно, ну, побеждает огромное количество других филологов, и в этом плане, блядь, блядь, еще и на Нитши жаловаться. На Нитши здесь очень лаконичен, очень прост, плюс-минус выражает. Уникальные частые идеи и при этом оригинальные. В этом плане, чего нам делать? Ничего. Не как обман, иллюзию, представление в Берклиетском и Шопенгауровском смысле, а как нечто, обладающее той же степенью реальности, как вы имеете сами на это, как более примитивную форму мира, в которой он еще замкнулся в могучем единстве все то, что потом в органическом процессе ослепляется и обремляется. Чел, а если звуки убрать, будет проще воспринимать, это вообще кринш. Эй, я ведь тебя предупреждал. А ну, вставай. Это было слишком, я знаю. Нет. Блин, не, ну ладно, я, может быть, блин. Ну, серьезно, если все люди такие тупые, то, ну, блин, как бы, блин, просто. То есть, если люди простые предложения Нитши не могут прочитать, то, ну, ладно. Нет, серьезно, просто очень сложно себе представить, что человек, вроде бы, вот, претендующий на некоторую начитанность. Ну, Достоевского-то он читал, наверное. Я не думаю, что Нитши по выражению своих мыслей сложнее Достоевского. Может быть, мысли у Нитши интереснее, чем у Достоевского, да? Ну, действительно интереснее, уникальнее и вообще. Но сложность выражения и того, и другого, по-моему, они вполне сопоставимы. Я даже более того скажу. Вы там почитайте Толстого, Гюго. Вот там пацаны просто любят и Гоффмана там почитать, хоть в переводах, хоть нет. Там пацаны реально любят вот гигантскими предложениями сложными писать. А что, взяли, что он Достоевского хорошо ценил? Ну, это какой-то книжный блогер, я думаю, он за всякую литературу. Прежде всего, художественную. И поэтому, наверное, сравнивать Нитши здесь стоит прежде всего с представителями художественной литературы. А любители художественной литературы, ну, авторы художественной литературы далеко не всегда пишут просто. Так-то так-то так. Я не думаю, что этот автор обозревает исключительно Дарью Донцову, и вдруг внезапно... О-о-о, Нитши! О-о-о! О-о-о! Нитши! Точно! Мне надо прочитать Нитши. То есть, я полагаю, человек разбирает огромное количество классической литературы. Ну, вот там вот от издательства я вижу книжки, а они там, вот сейчас, чаще всего там классика мировая издается в таком виде. Вот. Но вы должны знать обо всем, что вас ожидает. Теперь вы поняли, это не Омар Хайям. Так вот, вернемся к книге. Да, правда, поначалу все было слишком сложно. Но со временем из всей этой философской вакханалии можно найти целое множество хороших изречений, достойных внимания. Но чтобы услышать их, и тем более понять, пронести через себя... Давайте отбирать отдельные, в общем-то, заключения, которые достойны внимания, а все остальное внимание оказывается недостойным. И, следовательно, ну нафиг я это вообще прочитал? Нет, давайте не будем анализировать тексты, давайте не будем выделять в них какие-то важные элементы, которые структурно связывают весь текст целостности. А у Нитши, это, в принципе, у него все тексты можно... Ну, то есть, всю совокупность мыслительной деятельности Нитши довольно просто связать в один единый пучок, и получится у вас представление о том, какая была, ну, в кавычках, Нитшанская система. Вот, все. Нитши высказывался по разным вопросам в разных областях философии. Делал это довольно успешно и оригинально, что тоже важно, на мой взгляд, да, для философа иметь определенный уровень продуктивности. Вот. Нитши с этими задачами справлялся. И, черт возьми, просто рандомные цитаты выделять у Нитши, это, конечно, кринж. В принципе, люди, которые, некоторые люди, которые пытаются делать вид, что они читают, лучше бы они не читали. Это помните, вот этот пацан в самом начале стриминга, вообще, когда я только начал этим заниматься, был такой дядя какой-то якутский, который рассказывал, как книжки надо читать. Выделяешь цитаты в книжке и ставишь цветную закладку, и потом просто пересчитываешь цитаты. Выделяешь цитаты, буквально, не просто даже цитаты какие-то ключевые, а те, которые тебе понравились. Вот, и потом пересчитываешь. Цветными закладками обязательно это все надо выделить, чтобы красиво было, потому что иначе оно как-то никак. Ну, и вот такие люди, которые читают вот таким вот образом. Ну, это очень печально, короче, это очень печальное зрелище. Это, знаете, такое, получается, привилегированное потребление литературы, что ли. Вот. Литература как привилегированный вид потребления. Мы покупаем книжку, и мы вот начинаем там выделять. У нас мозг предназначен для того, чтобы смотреть ТикТоки и Инстаграмы. Вот на девочек с попками смотрим-смотрим, там цитатка какая-то забавная. Цитатку мы прочитали первые два предложения, потом опять на попку смотрим. Ну, и все хорошо, соответственно. И также они предлагают нам нитши читать, не только нитши. Да. Ну, бывает. Бывает, конечно. И, кстати, во многом, во многом, мне кажется, проблема всяких бизнес-тренеров, вот этих вот, всех вот этих вот Алексов, Лэр, и не только бизнес-тренеров, пикап-тренеров, бизнес-тренеров, вообще всяких вот авторов всего, всякого прекрасного и замечательного. По факту, по факту, в общем-то, да, все это замечательно. Мне кажется, основная проблема чаще всего заключается в том, что люди, которые их читают, они не могут действительно, как говорит великий Катющик, наш современный, современник тоже, да, сосредоточиться. Сосредоточиться они не могут. А поскольку они не могут сосредоточиться, они ошибки не могут в тексте найти. То есть они читают текст авторитетного бизнес-тренера, видят там что-то хорошее, что им нравится, они выделяют какие-то прекрасные цитаты в том, что им нравится. И в целом книга-то хорошая, да, цитат, которые мне понравились, много, там, я не знаю. Деньги это хорошо, ну, чтобы много зарабатывать, нужно мало работать. Или, например, не наебешь, не проживешь. Вот так вот, да, набираешь такие цитатки. Но, правда, люди такого рода, когда они читают цитатами рандомными, они, к сожалению, текст целиком весь связать не могут и не могут понять, а что автор конкретно предлагает. Да, они разбирают текст на рандомные цитаты, ставят разноцветные заставочки, закладочки туда, и все. И все, и на этом все как бы закончилось. И на этом оценка текста закончилась, и на этом анализ текста закончился, да. То есть примитивная форма анализа через выделение рандомных цитаток. И это абсолютно неприемлемо и неприменимо для прочтения философов. И тем более для Ницше, потому что Ницше в этом плане, он как бы и сам как будто бы претендует на то, что он состоит из цитаток, но на самом-то деле нет. А в чем цель цитирования такого? Мне кажется, это просто, опять же, эксклюзивная, привилегированная форма потребления. То есть люди пытаются выебываться тем, что они умеют читать и ставить разноцветные закладки. Но чисто для самого себя, да, для развития своих интеллектуальных способностей, для развития своих навыков и много чего еще, это, конечно, бесполезно. К сожалению. Вот. Книгу следует читать в полном абсолютном вакууме, чтобы слышать свои собственные мысли. Без этого будет невозможно хоть что-то уловить. У вас прямо эхом должны отдаваться в голове прочитанные слова. Задумайтесь о чем-нибудь другом хоть на секунду и ищи священники понимания. В книге Ницше даже сам отметил суть понимания того, что он написал. Многие ли немцы знают и считают своим долгом знать, что в каждом хорошо составленном предложении кроется искусство? Искусство, которое нужно разгадать, если хочешь понять предложение. Скажем, стоит только неверно взять его темп, и само предложение будет неверно понято. Скажу вам еще кое-что. Вот сейчас я читаю те же самые строчки с тем же самым посылом, но понимаю их совершенно иначе или недостаточно хорошо. Совсем немного времени прошло, а я уже отвыкаю от стиля повествования автора. Ну вот, это были все минусы. А теперь перейдем к плюсам. По закону жанра начну с мелких. Огромное количество новых слов, которые я доселе еще не слышал. Тартюство, императив, аллюр, предикат, скепсис, предтеча. Чего, скепсис и предтеча я ни разу не слышал? Блин, ладно, тартюство еще известное слово. Императив, ну, допустим, мясничковое, философское, аллюр, ну, из общей литературы можно достать. Предикат, ну, ладно, ты не знаешь логики, ну, блядь, скепсис и предтеча. Провозвестник, аннексия и так... Сука, чего? Что? Чел, ты что ж? Ты вообще книги читал какие-нибудь в принципе? Слушайте, там какая-то книжка сзади стоит все, это какая-то энциклопедия, что ли? Не смейтесь, он изучает слова. Ну, блин, это что-то странно. Тут канал, посвященный книгам. Сейбершот, короче, называется канал. Человек книжки разбирает. И так далее, и так далее, и так далее. Помимо этого, целая кладезь красивых мыслей, большинство из которых отнюсь непростые. Но разгадав их, вы будете восхищены их правдивостью и точностью. И еще будете восхищены тем, как вроде бы простая истина была спрятана от нашего взора. Я выделил целые... Не, Клякса, никаких ошибочных представлений о ниши пока что, но угарно. Множество красивых цитат, понравившихся лично мне. Но отмечу... Как я не люблю вот это вот... Вот это цикла, здесь цитат, которые понравились лично мне. Ну и понравились, и понравились. Ну, прикольно. ...что это всего лишь ведерко воды, подчеркнутого из моря. Некоторые из этих изречений могут даже посостязаться с шифрами, что разгадывал главный герой большей части книг Дэна Брауна, Роберт Лэнг. С вашего позволения, я бы хотел пройтись по некоторым из них, которые больше всего зацепили меня. Например, вот несколько красивых строчек об абсурде исторической правды, проходящей через века. То, чем представлялось при полном свете новейших времен французская революция, этот ужасающий, и если судить о нем с близкого расстояния, излишний фарс, которому, однако, благородные и восторженные зрители всей Европы, взирая на него издали, так долго и так странно примешивали вместе с толкованиями свои собственные негодования и восторги, пока текст не исчез под толкованиями. Так, пожалуй, некое благородное потомство могло бы еще раз ложно понять все прошлое, которое только тогда и сделалось бы с носом на вид. Или вот о религии. Эта глубокая, недоверчивая боязнь неисцелимого пессимизма принуждает людей в течение целых тысячелетий вцепляться зубами в религиозное истолкование бытия. Красноречиво, не так ли? И еще одно. Практическое равнодушие к религиозным вещам той среды, где он родился и воспитан, обыкновенно возвышается в нем до осмотрительности и чистоплотности, которую пугается прикосновение с религиозными людьми и вещами. Это прямо описывает мое отношение к религии. Характерно еще то, что отец и оба дедушки... Это прямо описывает мое отношение к религии, поняли, ребят? Поняли? Вот, короче, как книжки надо писать по философии, не только. Чтобы ваше мнение совпадало со мнением рандомного человека в интернете, представляете? Вот как только вы научитесь так писать, тогда будет замечательно. Тогда будет человек говорить, вот плюсы, вот плюс вашей работы, вот какие прекрасные цитаты. С моим мнением полностью совпали, так же я к религии отношусь. Все правильно. Служителями. Также вот, несколько слов про посты, что держат люди. Вау, Ницше, это же буквально я, типа того, Вячеслав. Должны существовать посты различных родов. И всюду, где господствуют мощные инстинкты и привычки, законодателям следует позаботиться об установлении таких дней, когда на подобные инстинкты налагаются цепи, и им снова приходится учиться голодать. Кстати говоря, в нашей стране... Ну, вместе, понимаете, в чем проблема? Если вы будете читать рандомных философов, просто выделять у них мысли, которые так или иначе вы разделяете, это, во-первых, просто плохой способ чтения, неправильный, ну и, во-вторых, вы много у кого найдете что-то близкое для себя, скорее всего. Да. Ну и непонятно, нафиг оно так вообще читать. Вам надо целостно рассматривать всю совокупность мыслей человека, в данном случае, по крайней мере, стремиться к этому, стараться. Отдельные цитатки ничего не значат и ничего не стоят. У меня такой пост называется «Оруч». Это все было, скорее, связано с религией и историей. Ну и многим людям вообще нужно научиться смириться, по крайней мере, с тем, что многие позиции и мнения, которые у них имеются, это просто спонтанные, рандомные какие-то позиции, которыми они были, ну так или иначе, напичканы за всю свою жизнь. Ну как, случайные. В том плане, что могли бы быть и другие, наверное, идеи, которые не могли бы так же себя впитать. Впитывали они их через музыку, литературу, кино и всякие другие вещи, через общение с другими людьми и так далее, так далее, так далее. И в этом плане, к сожалению, большинство людей немножко не понимают, что вот эти вот их свои собственные убеждения, они вообще-то нифига не свои собственные, они вполне так себе чужие и вполне так внушенные, вот снаружи, снаружи, так, снаружи внушенные. И, к сожалению, многие люди не готовы пересматривать вот этот набор рандомных интеллектуальных построений, которые так или иначе за годы детства и юношества забрались им в голову. Вот. А надо бы. Приветствую, Фауст. Теперь же о том, что касается человека и общества. Уверен, как минимум, парочку из этих мыслей вы точно запомните. Их довольно много, поэтому расслабьтесь и слушайте. Начнем с первой. Думаю, я наконец нашел искомую интерпретацию своих же мыслей. Тяжелые, угрюмые люди становятся легче именно от того, что отягчает других от любви и ненависти, и на время поднимаются к своей поверхности. Разве не красиво? И еще одна цитата, на мой взгляд, вытекающая из предыдущей. Один ищет акушера для своих мыслей, другой... Отсылка к Сократу. ...другой человека, которому он может помочь разрешиться ими. Так возникает добрая беседа. Великолепно. Блин, а кстати, к вопросу, это может быть даже и не отсылка к Сократу, потому что Ниша Сократа хейтил. Но неожиданно тут какое-то пересечение наблюдается. Потому что Сократ, вот он же тоже проводил определенные параллели между акушерским, вот собственно, ремеслом и интеллектуальной деятельностью, то есть диалогом. Внезапно. Внезапно такая параллель у меня возникла. Потому что Ниша очень хейтил Сократа. Но при этом, получается, смотрите, здесь прямо повторил его идею. По сути-то. По сути реально повторил его идею. Вообще, мне кажется, акушер для мыслей нужен каждому. Без этого нелегко приходится. Нашему тщеславию хочется, чтобы то, что мы делаем лучше всего, считалось самым трудным для нас. К происхождению многих видов морали. Да, с этим я полностью согласен. Кто не хочет видеть высоких качеств другого человека, тот тем пристальнее присматривается к тому, что есть в нем низменного и поверхностного. И этим выдает сам себя. Это само по себе довольно низко. Бывает за ночью... Из доброты, имеющая вид злобы. Без комментариев. Мы охладеваем к тому, что познали, как только делимся этим с другими. И это правда. Чем дольше ты не рассказываешь о том, что у тебя на душе, тем больше эта мысль разъедает тебе мозги. Все глобу... Еще и трактовки гениальные, блин. Лол, шикарно. Букой любит маску. Самые глубокие вещи питают даже ненависть к образу и подобию. Не должна ли только противоположность быть истинной маской, в которую облекается стыдливость некоего божества? А это более сложная для усвоения мысль. Напишите, что думаете о ней. Он не критикует, он просто... Он просто, короче. В комментариях. Бывают деяния любви и непомерного великодушия, после которых... Да, это видео наглядно показывает, как Нормисы воспринимают философию. Ну, есть люди, которым, наверное, с самого начала лучше не пытаться читать. Толку от этого, как видите, просто, ну, не выходит. Чего не может быть лучше, как взять палку и отколотить очевидца? Это омрачит его память. У вас, наверное, уже такая мысль созревает. Ты еще что впаришь. Есть еще несколько красивых мыслей, потерпите. Таких, блин, красивых, чел, ты контекст учитывай. Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, все-таки говорит правду. Это что-то вроде... Здравствуйте. Как же я вас ненавижу. Следствие наших поступков хватает нас за волосы, совершенно не принимая во внимание того, что мы тем временем исправились. Это своеобразный эффект бабочки. Тут мы видим на первом плане чувство избытка, чувство мощи, бьющей через край. Счастье высокого напряжения. Сознание богатства готово бы дарить и раздавать. И знатный человек помогает несчастному, но не или почти не из сострадания, а больше из побуждения, вызываемого избытком мощи. Очень любопытная мысль. Не могу знать, как у вас, но осмелюсь признаться, что меня такое вот часто посещает. Я не находил этому объяснение до тех пор, пока не прочитал эту книгу. Есть инстинкт распознавания ранга, который более всего является признаком высокого ранга. Есть наслаждение, доставляемого нюансами почитания, и оно указывает на знатное происхождение и связанные с ним привычки. Это было во все века и есть до сих пор. Поняли. Таков наш мир и такова природа человека. Поняли. И последнее. Привлекательность познания была бы ничтожной, если бы на пути к нему не приходилось преодолевать столько стыда. С этим я соглашусь на все сто. Кряк. С этим я соглашусь на все сто. Вот это комментирование. Прям молочина. Что ж, думаю на этой правдивой ноте завершить наш ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Хочу предупредить вас еще раз. Книга на самом деле очень трудная. И ее стоит читать размеренно, неторопливо. Владислав, если не успеем выбрать другой хайлайт, этот потенциально будущий хайлайт будет. То, что мы сейчас сделали. Пережевывая каждое предложение. Иначе невозможно. Однако, думаю, такое количество цитат зацепило вас. И вы решитесь прочитать ее. Книга идет на полку. Так, смотрим, что он читает. Ефремов. Голдинг. Кинг. Еще Кинг. Орвел. Булгаков. Герберт Уэллс. Хемингуэй. Бестер. Достоевский. Достоевский, Достоевский, кстати. Я же сказал, Достоевский. Не просто ремонт. Да, ладно, понятно. Тут, кстати, в основном довольно простая литература, честно говоря. Ну, не читая Достоевского. Плюс-минус авторы, которых реально можно читать. Ну, довольно легко. По большей части. Будет задуматься о том, куда... Так, Хаксли. Ага, Фиджеральд. Не, серьезно, тут очень много мейнстримного такого простого, да. Поставить следующие книги издательства. Акт. Бля, 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 бля. Давайте посмотрим, что еще там есть. Ирвин Шоу. Паула Кэлли, Паула Кэлли. Лавкрафт, Лавкрафт. Жюль Верн. Станислав Лем. Вот, блин, а как он Лема читал? То есть, если ему Ницше сложим, кажется, как он Лема читал? Ну, вот Соля... Как он Солярис мог прочитать, ребят? Не знаю, Фауст. Книга идет на полку. Уже стоит задуматься о том, куда ставить следующие книги издательства. Акт. А следующей книгой на нашем канале будет... Я, легенда. Ричард Мэттисон. После Ницше это прямо бальзам на душу. Так что, до новых книг и читайте больше. Пока!